Пламя Говорят, о пожаре узнали, когда были на работе. Тут же приехали к дому и стали хватать все, что попадалось под руку. Многие были так напуганы, что боялись камер и не хотели показывать лицо. Мы только что работа прошли. То есть вы работали, пока начали пожар? Да, да. А где вы работаете? Недалеко? Да, недалеко. Кто вам сказал о пожаре? Пожаре, вот друзья звонили, после работы. А друзья здесь были? Нет, а некоторые здесь были. А что там сгорело, расскажите. Не знаю, говорят, газ, соседний дом, газ что-то взрывали. Есть, у меня было здесь, девочки. А вы тут живете? У вас здесь рабочее общежитие? Да, рабочее. Мы здесь живем. Общежитие и все. А оно давно здесь появилось? Давно, уже сто лет говорили, говорили, а без толпы ничего, никто никаких мер не принимал. Вы видели, как пожар был? Ну, я позже приехал. А вы какой-то организации представляете? Нет, я живу вот напротив. Иди сюда, иди, ты видел, все. А вы боялись, что в этом месте пожар? Конечно, боялись. Писали, везде говорили. А сразу в МЧС и все. Как вы сами понимаете? Да, огонь сразу вот здесь вот пошел, и все. Я приехал, уже все здесь полыхало. Ну, живут эти эмигранты. То есть, постоянно меняются, да? Ну, да. То есть, там жили эмигранты? Ну, да. Понятно. А приехали спасатели, пожарные быстро? Да, довольно быстро. На месте вызова работает 133 человека, 31 единица техника. В настоящий момент происходит горение трех частных домов и пяти надворных построек. В настоящий момент локализация на трех участках, ожидаем локализацию на четвертом участке. Сил и средств достаточно. На месте также работают 10 машин для подвоза воды, бригады газовиков, бригады электриков. Реагирование было своевременным и достаточным. По словам пожарных, между домами годами скапливался мусор. Он и загорелся. Причины возникновения огня пока не установлены, но уже есть версия. Предварительная причина пожара – детская шалость с огнем. С помощью камеры видеонаблюдения установлены места возникновения пожара и установлены, что в данном месте были дети. Администрация железнодорожного района Самара обещает не оставить людей в беде. Для погорельцев подготовили временный пункт размещения – школу номер 59. Определяем людей, которым необходимо сегодняшнюю ночь переночевать, которые потеряли кровь и которым необходимо размещение в этом пункте. Сейчас сюда подойдет автобус и, соответственно, те люди, которым это необходимо, будут направлены в пункт размещения, а завтра уже будем разбираться. Людям однозначно помогут. Никто под открытым небом не останется. Что послужило причиной пожара, предстоит выяснить правоохранителям. Мы будем следить за развитием событий. Валерия Куценко, Сергей Баскин. События.